Здравствуйте, меня зовут Константин, это компания Дом в дорогу, Детлевс CGO 495 QSK. Это маленький прицеп, небольшой, 495, это значит внутренняя длина 4 метра 95 сантиметров. Но Детлевс отличается от всех остальных компаний тем, что они вот в маленьком пространстве пытаются расположить как можно больше спальных мест. Вот представьте, в одноосном прицепе 495 QSK целых 6 спальных мест. Это очень много. Но давайте посмотрим его преимущества. Этот прицеп считается маленьким семейным прицепом для большой семьи. Маленьким семейным прицепом для большой семьи. Он маленький, 495, но 6 спальных мест внутри. Но начну традиционно спереди. То есть мощная рама алка из немецкой, не китайской, мощная рама алка из немецкой круповской стали. Значит, держатель для запасного колеса, колеса она очень нужна. Во всех прицепах грузовые колеса с индексом С. Вот. И они не везде продаются, поэтому запасное колесо в дальнем путешествии обязательно нужно. И вот у этого прицепа есть крепление для запасного колеса. Это очень важно. Дальше его отличительная особенность заключается в том, что вот смотрите, вот здесь сзади расположена двухъярусная детская кровать. Но если путешествует один ребенок, то это пространство может быть переоборудовано в кладовку. То есть здесь может разместиться велосипед, какие-то дополнительные вещи. Но когда мы зайдем внутрь, я об этом расскажу, как выглядит вот это пространство изнутри. То есть вот это пространство легко трансформируется в кладовку. Вот еще, кстати, окошко для ребенка, который спит снизу, на нижнем ярусе. Он в более выгодном положении находится, чем ребенок, который... А вот тот, кто спит сверху, у него тоже есть свое окно. Вот оно. Значит, тот, кто спит сверху, у него есть свое окно. То есть вот это вот окошко. Но все-таки вот это окошко королевское, оно больше. Но пошли внутрь, посмотрим, как этот прицеп, как планировка этого прицепа выглядит внутри. Я думаю, будет очень интересно. Ну, действительно, 4 метра 95 сантиметров, а внутри 6 спальных мест. Пошли. Детлифтс Сигу 495 QSK. Значит, прицеп считается маленьким. 4 метра 95 сантиметров. Но в нем легко расположилось 6 спальных мест. Давайте считать. Раз, два. Вот здесь 3,4. И вот детская кровать. 5,6. Действительно, 6 спальных мест. Если путешествует один ребенок, то нижний ярус может быть переоборудован в багажное отделение. Значит, а так это прицеп, маленький прицеп для большой семьи. Здесь немножечко некрасиво. Давайте подправим. Вот, видите, окошко. Кстати, если это не багажное отделение, а спальное место, то можно легко, эту дверь можно рассматривать как черный ход. То есть, можно отсюда сбежать, скажем так. Ну, это так, шутка. Значит, итак, это шкаф традиционно для верхней одежды. Значит, холодильник Тетфорд с автоматической сменой источников энергии. Это очень важная функция и не стоит ее недооценивать. Если вы в кемпинге, у вас питание от электричества, вы отсоединились, поехали в путешествие, то через 500 километров вы можете обнаружить, что у вас снизу все потекло, потому что вы не успели, не успели, ну, забыли переключиться на газ. И, ну, это в остальных прицепах, где холодильники Дометик, кстати, Дометики тоже начали сейчас делать с автоматическим переключением, но поставляются они в основном для Америки. А вот в Европе с автоматическим переключением только Тетфорд. Они устанавливаются на прицепы Детлипс. Крючочки для верхней одежды. И вот такая вот туалетная комната. Вот она, ну, как бы она... Тут нет отдельной душевой кабины. Душевая кабина расположена тоже здесь. То есть умывальник, туалет и душевая кабина. Ее нужно инсталлировать. Вот просто лейку поставить, и вот для нее крепление, оно вот, штука для душа. Вот так вот можно закрыться, да? Таким вот образом, вот полностью, видите? И вот у нас получается вот такой вот душ. Вот он, вот такой вот душ. Многие спрашивают, а как же я буду вот в таком помещении, я там что-то намочу. Вот эта мебель, эта мебель влаги не боится, да? Влаги не боится. Поэтому штука-то особо и не нужна. Она даже прилипает к теле, когда вы принимаете душ. Но, тем не менее, вот некоторые ее заказывают. И вот они решили показать. Ну, вот полочки всякие разные в туалете. Вот это вот у нас люк. И, кстати, в американских прицепах таких люках ставят вентиляторы. Ну, в европейских тоже в последнее время начали ставить ключи. И вот такая вытяжка, у которой всякие ненужные запахи. Отсюда быстро выводит. Вот, кухонька небольшая. Вот такая вот, ну, она достаточно маленькая. В принципе, пойдет. И огромные-огромные шкафы, да? Под кухней. Вот такие вот большие. Ну, вот, собственно, небольшой прицеп. Детлифс, Сигово, 495. КСК. А вот как закрыться маме с папой? Никак. Тут шторки нет. Так, тут шторки нет. А вот здесь шторка все-таки есть. Детей можно закрыть вот так вот. Деток можно закрыть вот такими вот маленькими небольшими шторками. Положил их спать. Вот, собственно говоря. И все. Вот они там спят. Вот они там спят. В своих кроватках. Вот. И они как бы отделены от всего остального помещения. Прицеп небольшой. Относительно недорогой. Ну, для семьи. Мама и папа. Двое детей. Ну, в самый раз. С вами была компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Наш сайт домвдорогу.ру. Заходите. С нами очень интересно. С 20 по 30 августа 2020 года релакс караванинг Крым. Дом в дорогу приглашает вас в совместное путешествие в самое лучшее место в мире для отдыха с автодомами и прицепами. Здесь можно поставить свой дом на колесах прямо на пляже. Утром проснуться в свои постели и сразу плюхнуться в воду. Огромное количество экскурсий. Ливодийские, Воронцовские дворцы, самая большая в мире канатная дорога на Плато и Петре, легендарный Севастополь, Ялта, Ласточкино гнездо, отдых, пляж, море, история своей страны. Приглашаем вас в караванинг Крым с 20 по 30 августа только для клиентов компании Дом в дорогу. Подробности на сайте домвдорогу.ру.